Отрывок из повести Бориса Васильева в списках не значился. Защитникам Брестской крепости посвящается. Они медленно шли по хоридору. По дыханию Свитский понимал, что каждый шаг давался неизвестному смучительным трудом. Скажешь нашим, тихо сказал неизвестный, скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал? Он не замолчал. Нет, ты скажешь им, что крепость я не сдал. Крепость не пала. Крепость не пала. Она просто истекла кровью. Я последняя ее капля. С трудом поднялись по осыпам. Вылезли из дыры. Неизвестный отпустил ключо Свитского. Выпрямился и скрестил руки на груди. Свитский поспешно уступил в сторону. Облинулся. И впервые увидел того, кого он вывел из глухого призыва. Их и входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки. Длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась передянутым ремнем в ватник. Сквозь дыры в брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали невероятно раздутые, черные, отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих, пристальных глаз передержимо текли слезы. И все молчали. Потом генерал что-то немалко сказал. «Назовите ваше звание и фамилию», перевел Свицкий. «Я русский солдат!» Голос прозвучал хрипло и громко. Гораздо громче, чем требовалось. Этот человек долго прожил молчание и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ. Генерал снова что-то немалко спросил. «Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию». Неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел. Подъехала санитарная машина. Из нее выскочили врач и два санитара с носилками. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его. Пошел к машине. Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работы, еще моторы. И все стояли на своих местах. Он шел, один, с трудом передвигая распухшие, обмороженные ноги. И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду. И солдаты, щелкнув каблуками, вскинули оружие на караул. И даже немецкий генерал, немного погодя, поднес руку к фуражке. А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей. А если бы и видел, то ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти. Страшно. В голос. Как по покойнику. Закричали. Завыли бабы. Одна за другой они падали в холодную апрельскую грязь. Рыдая, они протягивали руки и кланились до земли ему, последнему защитнику, так и не покорившейся крепости. А он брел к работающему мотор, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога. Из-за босой ногой тянулся легкий кровавый след. Он шел гордо и прямо, как жил и упал, только тогда, когда дошел. Он упал на спину, на взлочь, широко раскинув руки и подставив солнцу широко открытые, невидящие глаза. Упал свободным и после жизни, смертью смерть поправ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ